Всем привет! Смотрите, какая у меня красивая шляпа. Точнее, всем привет! Спасибо, что подписываетесь на мой канал, смотрите. И отдельное спасибо за лайки. Вот, лайки. Спасибо за ваше поздравление новогоднее и за ваши искрометные комментарии. Мне очень нравится получать комментарии, потому что это фидбэк. Если вам что-то не нравится, вы пишите. Если вам что-то нравится, мне вдвойне приятно. Вот, да. Все-таки моя шляпа. Она из войлока. Невероятная, невероятная с таким цветком. Вот, сегодня я расскажу вам про... Как это необычные, а холодно. Черты голландцев, привычки, необычные привычки голландцев. Про все рассказать невозможно. Расскажу сегодня про две. Про уход за зубами и про любовь к скидкам. Про... Меня попросили рассказать еще про женщин. Нужно побольше фотографий собрать, как они здесь выглядят. Вот, и расскажу про школы и обучение. Но мне нужно собрать информацию, чтобы вам было интереснее. Вот. Две самые такие распространенные привычки, точнее привычка номер один, это большая любовь к скидкам и распродажам. Любовь просто невероятная. Поэтому, если вы видите столбу из 50 человек, которые куда-то стоят, как в анекдоте. Бабуля стоит в какой-то очереди, спрашивает бабулю, зачем стоит. Не знаю, автографы дают. Авось пригодится в хозяйстве. Вот. Так же и здесь. Здесь стоят не за автографами, здесь стоят за каким-то распродажами. То есть, как только там 30-50 процентов, все сразу ломятся. Если 3 по цене 2, все сразу ломятся. Если билеты в кинотеатр дешевые, значит все, надо бежать утром в кинотеатр. Здесь нет, ну то есть, здесь есть, но в меньшей степени, если тебе что-то надо купить, ты пошел купил. Там нужны джинсы, пошел купил. Нет, здесь обязательно нужно ждать распродаж. Здесь все на этом построено. Сначала думала, боже, ну если мне надо это сейчас, зачем я буду ждать каких-то там акций, скидок. Вот. Но я так поддаюсь влиянию. И Джонатан тоже уже много-много лет живет в Голландии. И поэтому мы как-то немножко приспособились к этому ритму жизни, к жажде скидок, распродаж. Вот. Например, я вчера ходила в магазин, купила огурец, ну там кроме всего прочего. Мне на кассе говорят, возьмите второй бесплатный огурец. Я расплатилась, пошла, положила в сумку еще один огурец. Иду, улыбаюсь, точнее, что-то ржу. Потому что, думаю, зачем мне два огромного огурца. Вот. Я вторую неделю практически одна. Есть огурцы некому. Я не знаю, что буду с ними делать, с этими огурцами. Вот. Но я не знаю, зачем мне столько огурцов. Нужен был всего лишь один. Вот. Но придется есть два. Также Джонасон, когда ходил в магазин, он взял две банки соленых огурчиков. До меня он никогда не ел соленые огурцы. Он вообще противник майонезных салатов. Он за здоровую пищу. Вот. И тут он кладет в тележку две банки огурцов соленых. Я говорю, а что ты будешь готовить? Он такой, ничего, просто они по акции идут. Вот. Все, что по акции надо брать. Нужно брать не то, что вы хотите приготовить, а то, что по акции дальше думать, что вы из этого приготовите. Вот. Сначала я думала, что это жлобство. Вот. Но здесь просто, здесь все так живут. Вот. Например, вы ходите в магазин. Если это бытовая химия, то вы собираете такие полотенчики. Вы собрали пять полотенчиков. Вот. Я собрала еще пять полотенчиков и еще пять. После того, как вы тратите пять, каждые пять евро, вам дают один полотенчик. Дальше вы наклеиваете. И за пять полотенчиков у вас уникальная возможность заплатить один евро и купить обычный полотенчик. Там разных цветов. Лекар. Я думаю, может быть, мне нужны эти полотенчики. Прихожу со своими бумажками, но они вот такого размера, просто крысу домашнюю накрывать. Вот. Я думаю, нет, мне такие не нужны. Просто какая-то мелочь. Ипос. Это товары для хобби, там разные клеи. Есть иногда кенвасы. Ну, все для творчества, для художников, для вязания, для шитья. Ну, конечно, у меня нету... Я не хожу туда и не трачу много денег. Каждые 10 евро выдают такого клоуна. И значит, надо все заполнить, и будет какое-то счастье. Ну, это как-то too much. Еще один too much продуктовых магазинов. Они выдавали вот такие купоны. В одном, который самый близкий от нас. Плюс. Называется Плюс Магазин. Нужно собрать, господи, 42 купона, если вы тратите 5 евро. За каждые 5 евро. И после того, как вы соберете эти 42, у вас есть уникальная возможность... Боже, это так унизительно звучит. Доплатить там по 8-12 евро и купить одну из сковородок. То есть мало того, что вы там заплатите... Очень много денег. Вот. Так вы еще, значит... Не знаю, 200 евро получается. Вы заплатите 200 евро за продукты. И потом вы еще заплатите там от 4 до 13 евро. И еще вы получите сковороду. Вот. Второй магазин, в который я хожу чаще всего, Альберт Хайм. Который здесь супер популярный. Это уже вторая такая штука. Такой виноград, который мы собираем. Здесь 40 штук. И здесь выдают кристалл Зейхл. Этот кристалл Зейхл выдают за каждые 10 евро. То есть если вы платите 17 евро в магазине, вам выдают всего лишь один. Вот. Я на улице нашла 5 таких штук. Вот. Победа. И после того, как вы соберете, получается, потратить 400 евро, а может быть, и больше в этом магазине, вы можете доплатить 3 евро и получить бокалы якобы Велерой Бош. Либо 9 и еще какие-то принадлежности для вина. Вот. Я взяла вот такие бокалы. Джон очень хотел бокалы для виски. На самом деле это какая-то, не знаю, какой-то кривой Велерой Бош. Ничего особенного в них нет. Они обычные бокалы. Обычные, очень тонкие, хрупкие. Ничего в них особенного нет. И причем в упаковке не 6 штук, а 4. Вот. Ну, конечно, 3 евро, в принципе, можно купить за 3 евро такие бокалы. Можно и в обычном магазине купить. Вот. Следующая кофе. Я люблю кофе. Я хожу в Саймон Левельт. Это уже, не знаю, какая по счету моя открыточка. И в эти открыточки вам за каждый кофе ставят штампики. И после 9 штампиков вам один кофе выдается бесплатно. Что, в принципе, окей. Вот. Одна со штампиками у меня в магазине. Я ее оставила на свое имя. Написала, что это Ники. Если вы пойдете в Саймон Левельт в Утрихте, вы можете попросить карточку Ники. Вот туда поставить штамп. Вот. Мне нравится. Есть у них еще отдельный магазин. Рядом они продают кофе. Там тоже надо собирать, если вы покупаете кофейные зерна. Это отдельная открыточка со штампиками. Вот. Какие еще штампики? Везде, во всяких магазинах, выдают скидки 20% на новую коллекцию. Конечно, распродажи сюда не входят. Это H&M. Мекс распродается, потому что он похож уже на склад какой-то. В Москве закрываются. Но судя по тому, как они продают здесь свои ужасные коллекции, то здесь они тоже скоро закроются. Вот. В общем, нужно все собирать, нужно все коллекционировать, не от чего не отказываться. Идти на все бонусы, по всем акциям. Покупать эти огурцы. У меня три упаковки чая Earl Grey, Russian Earl Grey. Потому что я люблю Earl Grey. И в Липтоне у них есть серия русский Earl Grey. Вот Джон знал, что я люблю такой чай. Я прикупила еще две упаковки к моему, потому что они тоже были по какому-то бонусу. Вот. Вторая привычка голландцев – это уход за зубами. Здесь, чтобы пойти к стоматологу, у всех, по-моему, одинаковые цены. То есть я захожу на сайт разных стоматологических компаний и частных практик, где просто один доктор принимает, у него есть ассистент. Это вся клиника. Вот. И у всех одинаковые цены. То есть даже одинаковые таблицы. За прием, по-моему, 21 евро вы платите. За рентген 3D. Я ходила на рентген и на 3D челюсть, и просто несколько нижних и верхних сделали рентгенчиков маленьких. За месяц приемом я отдала 150 евро. Вот. И почему уход за зубами? Потому что здесь чистят зубы, здесь ходят к стоматологу раз в год. Это считается привычкой. Это нормально. То есть вы уже можете, придя к стоматологу на обычный прием, вы записываетесь уже на следующий год. Дальше есть такое понятие, как гигиеническая чистка. Раз в полгода или раз в год вы приходите к чистильщику, специалист по гигиене рта. То есть они здесь не называют стоматологов врачами. Я говорю, вот мне нужно сходить к доктору зубному. Зубной доктор, это не доктор, это донтист. Не называют донтиста врачом. А уж тем более не называют специалист по гигиене рта врачом. Вот. Специалист, это вообще какой-то студент. Обычно это какие-то студенты после колледжа, они занимаются гигиеной рта. Да, я также пришла, мне сказали, у вас там какая-то Хабиба будет делать гигиену рта. Я же посмотрела эту Хабибу в интернете. Она выглядела на 17 лет, когда я пришла на гигиену. Ей было вообще лет 14, мне кажется. Она такая маленькая девочка. Вот за полчаса она мне сделала очень классную гигиену. Обычно эта процедура длится час. Они вам убирают весь камень. Стоит она, по-моему, 50 евро или 60. Вот. Здесь все делают эту гигиену рта. Прям вообще все. Раз в год это однозначно. Нужно идти. Я не знаю, входит ли гигиена в страховку или нет, но врачи всегда назначают, не врачи, донтисты, всегда назначают вам эту гигиену. Вот. Вам соды убирают, вам скальпелем, все это между деснами. Вот. И у вас такое очень свежее ощущение свежести. Потом после этой гигиены рта. То есть это никакой не врач, не доктор. Это обычный, я не знаю, студент, стоматолог делает. Вот. И это не стоматологическая процедура, это гигиеническая. Поэтому они не считают, что это что-то такое прям страшное. Вот. И я сначала очень боялась, потом это ничего такого, даже не больно. Вот я думала, так, мне, пожалуйста, обколите весь рот. Она такая, будет больно, поднимайте руку. Вот. Ну, в общем, было не больно. И они здесь как-то не особо читают нотации, здесь доктора эти. Ну, хочешь, пей кофе, хочешь вино, пей. Пастой любой, в принципе, чист какой хочешь. Вот так они говорят. Единственное, что они просят, они просят чистить потом между зубами. Я покажу даже, чем. Вот. Пасты здесь не очень много, здесь нет никаких локолютов. Здесь есть Продунтекс, здесь есть Орл-Би, и, ну, еще может быть, пара каких-то очень простых. Здесь, значит, паст не заморачиваются. Здесь все пользуются зубочистками. Зубочистки есть обычные деревянные, они все плоские, или такие трехгранные, если это деревянные. Деревянные у меня нет под рукой. Вот. И они не круглые, как у нас. Круглые это палочки для канапе. А все, что плоское, оно идет между зубами. Вот. И вот этой штучкой нужно между деснами, то есть я нарисую, как идет вот так вот зуб, и надо три раза в каждую сторону вот так вокруг зуба обрабатывать. И так нужно пройти всю челюсть. Дальше вот эти штучки для вычищения между зубами, прям между каждым зубом. После этой гигиенической чистки я попробовала все вот эти вот, да, чик-чик-чик-чик, почистить. Это невероятно. Как будто я предыдущие 20 лет не чистила зубы вообще. Вот. Даже с электрической щеткой. Электрические тут очень популярны у всех электрические щетки. Вот. И вы вычищаете между каждым зубом. Вот это для стимуляции десн, а не для вычищения. Вот. Вы вычистили. И третий этап это вот эта вот такая граненая штучка очищать язык. И после этого вы еще можете сполоснуть водичкой специальной Oral-B или Листерин. Блин, Oral-B я сначала попробовала. Я никогда не пользовалась этой жидкостью для полоски, для полости рта. Я попробовала сначала Oral-B. Я подумала, что это просто какая-то отрава, хотят меня отравить. Вот. Но потом у меня закончилась, ну я привыкла, у меня закончилась Oral-B. И я купила Листерин, потому что я забыла, какая у меня была. Это просто вы какашками полоскаете рот. Вот. Поэтому я не знаю. Проще привыкнуть к Oral-B. Вот. И еще одна тема. Это такие таблеточки. Они выпускаются в Америке. Таблеточки для десен. Нет, они не для десен. Как это называется? Для определения налета. То есть вы берете вот такую красную таблеточку. Сначала вы прополаскиваете водой рот, берете такую таблеточку, разжевываете 30 секунд, держите ее во рту. Вот. Споласкиваете. И вот этот красный, точнее ярко-малиновый налет остается везде, где у вас не почищены зубы. То есть между зубами, сверху, вот везде, где налет, вот эта хренатень, она прилипает. Вот. И потом вы начинаете это все очищать. У вас просто малиновейший язык, естественно, получается, он у меня и самый бактериальный. Вот. И чтобы очистить все с зубов, это нужно потрудиться, еще два раза почистить щеткой. Вот. Ну, это не мой, как бы, любимый вариант чистки. Иногда раз в месяц, наверное, можно попробовать. Мне было интересно, поэтому мы купили вот такие таблетки. Но я не уверена, что все поголовно пользуются этими таблетками. Вот. И врачи, врачи, стоматологи, не врачи, которые все ходят к этим докторам. Если у вас даже ничего не болит, нужно ходить просто раз в год на прием. и дальше вам делают рентген или вам не делают рентген, у вас смотрят, как ваши зубы поживают. Вот. Но вы приходите и такое расслабленное состояние, такие врачи, не как у нас. Сразу маску, все, садитесь, стоишь, дрожишь. Там как-то все спокойнее. Вот. И у меня был молодой стоматолог, 27 лет. Я тоже посмотрела его в интернете, думаю, господи, кто это? Что это за мальчик? Я пришла к нему на прием и спросила первым делом, а вы вообще давно практикуете? Он сказал, что два с половиной года. Думаю, ну ладно, осмотреть-то он может. Вот. Вот такие вот привычки у голландцев. Какие привычки у русских? У русских широкая душа. Здесь еще одна привычка, но это не привычка, на самом деле, это образ жизни. Когда голландцы приглашают гостей, они могут просто помыть там помидоры и огурцы и порезать. Я знаю, что встречаются, можно пригласить на попкорн и ну просто насыпать попкорн и чипсы. Это тоже, в принципе, считается угощением. Здесь нет такого, что надо все сыры, весь холодильник опустошить, если пришли гости. Вот, но это отдельная тема голландское гостеприимство. Вот, напишите еще, чтобы вам было интересно узнать про отопление, например, про наши 18 градусов и 16 в домах. Я вот хожу, как медведь. и на большом деревянном ходу у меня ботинки голландские. На первом этаже я хожу, иначе я замерзла. Вот, и лестницы, лестницы, лестницы здесь ужасные. Пишите комментарии. Всем пока. Еще покажу вам, что я сейчас рисую. Я рисую копию картины Ван Гога. Картина вот называется Cabbage is an Onion с капустой и лукой. Вот, я пытаюсь понять, какие цвета использовал Винсент, как он их накладывал. Он совершенно не использовал черный цвет, это уже понятно. Вот, я в завершающей стадии и закончу, наверное, сегодня. Так выглядит то, что у меня получается. Это, в принципе, очень сильно похоже на оригинал, но еще не хватает рефлексов, бликов, еще на переднем плане не очень объемный лук. Мне уже нравится просто сочетание цветов. Какое-то невероятное, как так можно было написать капусту красным цветом, когда-то наверняка ничего красного не было. И вот этот невероятный лук с голубыми отливами. Вот, ну, в общем, я напишу эту картину, напишу картину с крапами, которая мне очень нравится. И надеюсь, как-то это поможет совершенствоваться мне в моих собственных работах. Всем пока!